добрый день уважаемые зрители нашего канала сегодня мы продемонстрируем как можно обновить коробку bgs4 нак 2 то есть это у нас 7g tronic коробка в данном случае мы будем обновлять ее на с классе b221 кузов эта коробка очень распространена оставилась на многие модели автомобилей mercedes и тем не менее сложности в ее обновлении тоже существует выбираем наш автомобиль 221 кузов также мы можем удаленно занулить вашу плату 1 2 серии и все остальные платы привязать на ваш автомобиль при желании можно обратиться к нам в телеграм-канал и мы поможем с действиями обновления программного обеспечения вашего автомобиля в данном случае коробки bgs нак не забудьте подкинуть заряд для устройства на аккумулятор о чем предупреждает нас программа das потому что будут просадки по напряжению при этом вы можете уволить блок бут убираем привод и блок коробки передач ждем пока подключится наше программное обеспечение версию блока управления видим что у нас 0401 плата версия всего 4 сейчас на данный момент версии существует коробка рабочая абсолютно добавляем программное обеспечение часто это нужно для того чтобы поменяли например плату на коробке у вас она вышла из строя это нужно делать обязательно убираем оффлайн я как говорил уже будем шить через оффлайн онлайн у нас нет и работать не будет проверяем обеспечение не забываем фреймворк что у нас программное обеспечение 20 21 06 стоит поэтому фреймворк ругается на оффлайн как прикрутить у нас также есть видео по установке оффлайна без оффлайна вы ничего не сделаете только если вы владеете программой видеама вот видим что у нас есть новая версия программного обеспечения для этой коробки и мы будем ее зашивать новым софтом сообщение пишем что угодно данном случае мы пишем программинг также у нас видео есть по установке к центре еще раз повторяю все это можно сделать также через видеама при определенных навыках и умений просто так в эту коробку не зашьете вас попросит код разблокировки первичное и вторичное число для этого нужно сетки иметь которые подсчитывают суммы без нее вы ничего не сделаете вводим код разблокировки и после этого приступаем к обновлению программного обеспечения длится это 8-10 минут максимум обычно после кого как коробка прошьется новый самцов ее нужно будет закодировать точно те же манипуляции вы производите с после того как установили новую плату или был сначала нулите плату потом вводите ее в эксплуатацию прошиваете если это нужно и кодируете так как и сцен кодирование нету значит все это делается вручную через видеама здесь мы в дальнейшем покажем как это делается также повторяю что у нас есть видео очень много видео по кодированию на разные автомобили смотрите внизу есть плейлист и на главной странице нашего канала и просто видео подписывайтесь на канал ставьте лайки пишите комментарии это помогает продвигать видео ну и дальнейшем желание что-то вам демонстрировать по поводу кодирования ждем пока закончится обновление софта напоминаю что это у нас 221 автомобиль с-класс коробка вгс нак 2 7 джитроник 7 ступка данная плата находится внутри коробки крепится на гидроблоку всем известная плата ремонтникам диагностам вот у нас закончилось обновление блока ждем пока прогрузится все я уже говорил про эту ошибку так как просто игнорируем ее они ни на что не влияет абсолютно дальше мы отказываемся от с цен кодирования потому что она здесь не может произвестись и будем делать это вручную ждем пока программа закончит свои действия сбросить коды неисправности обязательно надо скинуть включим зажигание выключим не забываем те кто использует пастру через open порт программу здесь у нас ведь и висе ай прибор не забывайте и гнишен и вайбу включать программу перед тем как вы что-то делаете иначе у вас просто не будет состояния зажигания видеть эта информация неважная в принципе можно игнорировать там единицы ставьте что угодно просто пропускаем протокол распечатывать нам не надо далее как я уже и говорил что видите что у нас блок управления не персоциализировано кпп не активировано сейчас мы через виде аму закодируем ее и все будет работе на рабочем состоянии снимаем транспортную защиту и пить и персонализируемые видим ссылки на наши контакты где вы можете в телеграме написать нам пишет что и сам блок у нас обучен после кодирования завершением проведем все равно обучение датчика диапазона переключения передач после того как выплату меня или что-то про делали с платой то есть кодировали его до периодически просит произвести инициализацию то есть вручную просто переключаем передачи режим кпп показываем переключаем чтоб он увидел заднюю скорость обучился датчик нейтраль и режим д включаем паркинг обратно на этом вот эксплуатацию был завершен мы обычно это делаем через виде ама коды неисправности у нас отсутствует так как все правильно сделано видим что у нас персонализирован активирован допущен к управлению версия блока управления видим что у нас обновился софт далее выходим из даст далее запускаем видео как я уже говорил запускаем видео подключаемся к нашей коробке bgs 402 будем вводить кодировки туда подключаемся к коробке выбираем cbf файл подключаемся не забываем использовать то такое 500 скорость разблокируем коробку scm кодирование выбираем и выставляем правильную кодировку для нашей коробки вносим изменения делаем бресет блока проверяем на ошибки видим что ошибок у нас никаких нету все отлично но в принципе все заводим машину и наслаждаемся работой правильной работы коробки при желании можно скинуть адаптации покататься но в принципе все и так будет работать отлично всем спасибо за внимание подписывайтесь на наш канал ставьте лайки пишите комментарии спасибо за субтитры сделал DimaTorzok если вам понравилось это видео